Немецкая полиция предотвратила теракт в Берлине. Мишенью террористов был ежегодный полумарафон. Храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу, в Германии построят дом единого. Марафонец с маленьким ростом и большим желанием вдохновить мир. Спортсмен с карликовостью готовится к мировым рекордам. Немецкая полиция предотвратила готовившийся в Берлине теракт. Задержаны четыре человека. Они планировали устроить атаку во время воскресного полумарафона в немецкой столице. Он проводится в Германии уже более 30 лет, неизменно привлекая огромное число людей. В этом году на старт вышли 32 тысячи бегунов, а за ходом спортивного мероприятия следили более 200 тысяч зрителей. Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что задержанные намеревались напасть ножом на зрителей и участников спортивного мероприятия. Один из злоумышленников был близко знаком с Анисом Амри, 24-летним выходцем из Туниса, который совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016-го. Террорист въехал в толпу посетителей ярмарки на площади Брайчайт-Плац. Под колесами машины погибли 11 человек и около 50 получили травмы. Позже Амри был устранен итальянской полицией в Милане. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России и ряде стран. В центре Берлина построят храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу. Об этом сообщает сайт проекта House of One. Согласно информации сайта, строительство объединенного храма начнется в 2019 году и по плану продлится два года. Здание будет возведено в самом сердце немецкой столицы – Рыбацком острове. Основная идея проекта заключается в обмене идеями и мнениями между представителями различных религий. К диалогу приглашают даже атеистов. Такие собрания планируют проводить в центральном зале храма. При этом в здании будут учтены все особенности устройства храмов разных религий. Несмотря на то, что они все будут находиться под одной крышей. Так и синагога и мечеть будут повернуты на восток. Строительство оценивается уже в 43 миллиона евро. На данный момент с пожертвований собрано 8,5 миллионов, включая 3,5 миллиона от федерального и регионального правительств. Однако лидеры проекта уверены, что для начала строительства будет достаточно и 12 миллионов евро. В ночь субботы на воскресенье христиане в разных уголках планеты встретили Пасху – Светлое Христово Воскресенье. В России в этот день прошли свыше 11,5 тысяч пасхальных богослужений. Всего в них, по данным МЧС, приняли участие около 4,5 миллионов человек. В храме Христа Спасителя в столице пасхальное богослужение совершил патриарх московский Евсея Руси Кирилл. На службу пришли около 8 тысяч верующих. Среди них были также первые лица государства – президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Бендведев с супругой. Патриарх назвал воскресенье Иисуса Христа центральным событием всей человеческой истории. «Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит в ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную. При этом Господь ни к чему не принуждает человека, но ждет наших, пусть даже небольших усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью. Сделаем ли мы шаг ему навстречу выбор каждого из нас?» – отметил патриарх Кирилл. В Турции полиция случайно обнаружила старинную Библию. Об этом пишет Дейли Себа. По данным издания, библейская рукопись была найдена во время досмотра автомобиля граждан Сирии и Ирака. Подозреваемые в контрабанде исторического артефакта пытались вывести Библию из провинции Аксарай. Однако были задержаны. В настоящее время по факту случившегося начато расследование. В случае, если историческая ценность рукописи подтвердится, против задержанных будет возбуждено уголовное дело. Какое конкретно наказание им грозит, пока не сообщается. А вот с артефактом в данный момент работают эксперты. Живой пример для подражания. Марафонец с маленьким ростом и большим желанием вдохновить мир. Рост Джона Янга составляет всего 132 сантиметра, но это не мешает ему преодолевать длинные дистанции. Большинству марафонцев, чтобы добежать до конца, нужно сделать 35 тысяч шагов. Янгу все 80 тысяч. Однако за плечами у мужчины с карликовостью уже 10 марафонов, включая 5 бостонских и 3 нью-йоркских. Сейчас готовятся к очередному бостонскому, а это 42 километра. Цель спортсмена не только испытать себя, но и подбодрить других. Я продолжаю получать письма и сообщения от семьи, где есть дети с карликовостью. Они говорят «Спасибо за то, что ты делаешь». И это для меня, наверное, самое ценное. Когда я был в их возрасте, не было примеров для подражания. Не было тех, кто сломал бы рамки условностей и предрассудков. Джон Янг родился в канадском городе Торонто и рос в приемной семье. С детства ему прочили будущее циркового артиста. Тогда как сам Джон любил математику и мечтал поступить в колледж. Сегодня он преподаватель и один из самых известных марафонцев. Всего в мире только 4 бегуна с карликовостью. Теперь Джон Янг хочет побить новый рекорд – пробежать 12 марафонов за 12 месяцев. На этом у меня все. Далее в выпуске новости христианского мира их вам озвучит моя коллега Жанна Мамилова. Жанна, тебе слово. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. Все чаще беженцы в Германии, которым государство отказало в предоставлении убежища, находят защиту в церкви, сообщает христианский портал Виктори. По данным Федерального экуменического ведомства, в марте 2018 года церкви приютили 611 человек, а годом ранее было 511 человек. Всем этим людям было отказано в предоставлении убежища, поэтому инициатива церкви получила острую критику со стороны правительства, поскольку такие действия противоречат закону. Пастор Евангелической церкви Стефан Зальцман сказал, что речь идет не о легкомысленном пренебрежении законам. По его словам, церковь очень тщательно проверяет каждого беженца, поскольку защита всегда связана с серьезными материально-техническими и финансовыми аспектами. Пастор отметил, что церковный приют предоставляет защиту лишь нуждающимся людям и никогда не станет инструментом для политических целей. Патриарх Московский, вся Россия Кирилл, в воскресенье принес в Бутырскую тюрьму пасхальные подарки для заключенных, передает РИА Новости. Факт заключения является очень суровым испытанием. Мы можем по-разному проходить это испытание, можем ломаться, черстветь душой, озлобляться, а можем сделать правильный вывод из того, что произошло и, освободившись, начать нормальную жизнь. Надежда помогает человеку преодолеть самые тяжелые испытания, сказал он. Патриарх призвал сотрудников исправительных учреждений видеть в заключенных не только преступников, но и людей. Он посетил несколько камер, где раздал заключенным пасхальные подарки. Китайские власти запретили продажу Библии через интернет-магазины, поскольку такая продажа якобы входит в противоречие с ценностями социализма, пишет Седмица. На днях опубликован программный документ о политике правительств под названием «Стратегия и методы правительства Китая по защите свободы вероисповедания». Но вскоре после его публикации экземпляры Евангелия стали исчезать из розничной торговой интернет-сети. В постановлении указывается, что религиозные общины в Китае должны строго соблюдать правила и места отправления религиозных обрядов, придерживаться главных ценностей социализма, развивать и расширять признанные китайские традиции и активно исследовать религиозные идеи в полном соответствии с национальными задачами Китая. Несмотря на заявления китайских властей о всяческой поддержке религиозных свобод, в действительности правительство годами ведет жестокую борьбу с подпольными молельными домами и христианскими проповедниками. И в частности проводит кампанию сноса крестов с молельных сооружений. Причем кресты сносятся и со здания официально разрешенных церквей. Правила воздержания в еде в течение всего периода поста перед Пасхой полностью или частично соблюдают 20% россиян. Еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой, сообщает Интерфакс. В то же время 77% россиян сохраняют обычный режим питания, показали результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного среди 2000 респондентов. При этом 80% опрошенных считают, что истинно желающим поститься ничто не может помешать. Однако, по мнению 14% россиян, современный образ жизни не позволяет в полной мере соблюдать пост. Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдают большинство россиян, отмечают социологи. Пасха входит в тройку самых популярных праздников России. 31% россиян считают для себя важным праздник Воскресения Христова. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tomandfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!